До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Слова из песни перенесли Василия Коваленко из Глазынинского леса в Ростов-на-Дону. Шел 41-й год, начало войны, ему 9. На фронт не брали, ребенок. Пережил оккупацию, а потом работа. Днем и ночью. Все для фронта, все для победы. Когда немцев прогнали, мы, 11-летние, 13-летние мальчишки, девчонки, стали работать. Я конкретно в колхозе работал. Он не видел мирного неба в детстве, но выстраивал мир после. Судьбу связал с военной службой и каждый раз в этот праздник рассказывает детям правду. Горькую, про войну. Все должны помнить то время, напоминать, вот молодежи сейчас напоминать о том времени. И чтобы они старались все делать, чтобы не допустить больше такого момента, такой войны. Рассказывать, чтобы помнили, пройти, чтобы не забыли. Сшествие марш Победы уже традиция не только 8-го, но и недавно построенного 9-го микрорайона Одинцова. 15-й год подряд горожане идут по маршруту с песнями военных лет. Если бы сейчас за каждого убитого человека мир каждому человеку посвятил минуту молчания, знаете, сколько бы молчал мир? Ровно 50 лет. Отрадно, когда 15 лет назад мы приводили первых мальчишек, они были еще там совершенно юными, и сегодня я вижу в колонии, как они уже пришли сюда со своими детьми. Организаторы уверяют, в год 75-летия Победы участников марша станет еще больше, хотя и сегодня по маршруту прошли около 200 человек. И даже те, кто оказался случайно на пути, не оставались сторонними наблюдателями, присоединялись. В завершении марша у мемориала погибшим воинам каждый мог выразить благодарность участникам тех событий за мирное небо над головой и почтить память павших минутой молчания. Василиса Ивашкина, Евгений Голиков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.